В эфире новости студии Ольги Эльфимова. Говорим о главном к этому часу. Расскажем, что случилось сегодня ночью в микро-йоне Юрьевица, о случае вандализма на князь Владимирском кладбище и о проблеме, с которой столкнулись жители поселка в Судаковском районе. В Владимире начался ледниковый период. Несмотря на то, что МЧС предупреждала о ледяном дожде, городские коммунальщики, похоже, оказались к нему не готовы. Со вчерашнего вечера люди выкладывают ролики в соцсети, показывая, что невозможно идти по тротуарам, а они превратились в сплошной каток. Такая картина наблюдалась вчера вечером и сегодня рано утром. Песком посыпали тротуары только на центральных улицах, когда уже рассвело. В 6.30 утра люди идут на работу. Каток такой, что все еле-еле идут. Ни одна дорожка не посыпана. Ледяной дождь нарушил расписание электропоездов. Пассажиры жаловались, что задержки составляли больше часа. Горьковская железная дорога сообщила, что причина в обледенении контактной линии. Задерживались как поезда дальнего следования, так и пригородных направлений. В настоящее время они уже отправлены к станциям назначения. Железнодорожники принесли извинения пассажирам. Актуальную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону. Его номер сейчас на ваших кранах. В Юрьевце сегодня ночью шли плановые работы на сетях водоснабжения. Меняли трубу диаметром 300 и длиной 6 метров. Пользователи соцсетей приняли эти работы за аварию, а тем более из кранов исчезла вода. Как сообщили в мэрии, управляющие компании, директора школ и заведующие детских садов были предупреждены о плановом ремонте. Его специально проводили ночью, чтобы не останавливать работу соцобъектов. К 6 часам утра вода снова пошла к потребителям. Что касается возникшего фонтана, то, как пояснили в городе администрации, это промывка новой трубы по окончании работ. Продолжаем выпуск. Жители областного центра обнаружили на князь в Владимирском кладбище пропажу. На могиле своего покойного прадедушки, участника Великой Отечественной войны, родственники не нашли ограждения. Несколько металлических конструкций и креста. Кто отвечает за сохранность имущества на городском кладбище, разбирались мои коллеги. Дмитрий Базулкин показывает могилы своих предков. Здесь захоронен его прапрадедушка, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Павлов. Несколько недель назад мужчина пришел убраться на кладбище, но обнаружил пропажу. На месте захоронения отсутствовали все ограждения. Вот здесь вот было два участка, огороженные подобными же оградами. Вот остово двух памятников, вот такой же пирамидки. Здесь еще крест был. Кроме того, пропала табличка, на которой указано имя прапрадедушки и дата его жизни и смерти, а также два металлических памятника. Пришли, не могли очень долго найти, где находится могила, потому что всегда определяли, отсюда проходили. После инцидента мужчина обратился к своей бабушке Тамаре Леонидовне, 73 года. Она рассказала, что здесь семь захоронений. Это родственники пенсионерки по отцовской линии. Большинство она не знала лично, но считала важным ухаживать за могилами. После инцидента пенсионерка попыталась найти организацию, которая отвечает за охрану кладбища. А так как надзора нет, я обзвонила столько организаций, и все открещиваются, никому ничего не надо. Потом добралась, да, это, оказывается, управление земельное, городское. Да, ну мы же только вот, мы только когда деревья упали, убираем, такое это, ну а это дело родственников. А у родственников-то уже у многих и нет просто, потому что действительно, ну просто, ну это варварство грабить кладбище. Пенсионерка считает, что ограждение просто украли злоумышленники, чтобы сдать в чермет. Рядом с кладбищем находится жилой двухэтажный дом. Его окна выходят прямо на эти захоронения. Местные жители рассказали, что каждую ночь здесь действительно орудуют разные люди. Но задача у них всегда одна – найти, что продать, а на вырученные деньги купить алкоголь. При этом кладбище регулярно убирают волонтеры, но этого хватает ненадолго. Вы зайдите сейчас на кладбище, там опять все и то же. Мусор, грязь, могилы разбиваются, все уносится, особенно железо, оно оттуда с корнями вырывается. Вот, и там же постоянные пьянки, а им-то жить-то что-то надо. В мэрии нам пояснили, князь Владимирское кладбище – это городская территория, за ней следит муниципальное предприятие благоустройства. Но имущество, которое находится на могилах, принадлежит родственникам усопших. Ситуация, конечно, из ряда вон выходящая, такого не должно быть, но что делать жителям. В данном случае нужно обратиться с писем и заявлением в МТУ благоустройства города Владимира, организация, которая занимается содержанием кладбищ, и написать заявление еще в правоохранительные органы. В мэрии подчеркнули, обнаружив пропажу, люди должны обратиться в муниципальную организацию незамедлительно, а главное – представить доказательства того, что именно пропало. Игорь Липский и Андрей Беляков. Владимирская епархия запретила частным гидам работать на территории храмов и монастырей без аккредитации. Теперь им сначала придется пройти специальные обучающие курсы, а затем провести для комиссии пробную экскурсию. После ее оценки в епархии решат, можно ли гиду продолжить работу. Ограничения не коснутся лишь специалистов паломнических служб епархии и самих монастырей и храмов. Курсы для гидов организуют на базе Владимирской семинарии. Продолжительность обучения составит два месяца. Среди дисциплин – история русской православной церкви, церковное искусство и основы паломнической деятельности. Решения о введении аккредитации в епархии связывают со случаями непрофессионального поведения экскурсоводов. Монастырские службы со своей стороны, они жаловались на нарушение и в поведении туристов на территории монастырей, и на поведение самих гидов, частных гидов, на некорректные предложения информации клиентам. Поэтому вышло такое распоряжение. К другим новостям. Всего 60 тысяч рублей осталось собрать для помощи Владимирской семье. У Ольги и Надежды Шельевских редкое генетическое заболевание – синдром Ричарда Коллинза. Он изменяет внешность человека и влияет на слух. Обе женщины практически ничего не слышат. Сейчас мама и дочь пользуются специальным аппаратом, который крепится к голове резинкой. Но наушник неудобен, от него болит голова. Помочь семье должна операция. Женщинам должны вживить титановый штифт. На него будет крепиться аппарат. Тогда боль от резинок останется в прошлом. Операцию сделают в областной клинической больнице. Но импланты стоят дорого – около миллиона рублей. Сама операция будет проводиться в загородном парке абсолютно бесплатно. Но нужны деньги на сам имплант и на те одноразовые хирургические инструменты, которые прилагаются к нему. Потому что они очень специфические. Историю Ольги и Надежды мы уже рассказывали в нашем эфире. За два месяца благодаря помощи неравнодушных людей удалось собрать большую часть необходимых средств. Импланты для Надежды уже купили. Она ждет очереди на операцию. 60 тысяч не хватает, чтобы приобрести штифты для Ольги Шлиевской. Надежда на неравнодушие людей – это единственное, что сейчас не дает опустить руки Ольги и ее дочери. Пожалуйста, помогите им, поддержите. Информацию о семье вы можете найти на нашем сайте, а также на сайте телеканала. Мы очень рассчитываем на вашу доброту. Пожалуйста, поддержите. Владимирское региональное отделение ЛДПР объявило набор в избирательной комиссии на следующие пять лет. У тех, кто пройдет отбор, появится уникальная возможность непосредственно контролировать ход проведения выборов. Тем временем региональное отделение КПРФ сообщило, что проводит встречи с временно исполняющими обязанности заместителей главы региона. Уже в четверг на очередном заседании ЗАГС Собрания депутаты будут согласовывать их назначение. Такие же предварительные встречи провело и региональное отделение «Справедливой России». Каждый член этой фракции примет решение сам, как ему голосовать. То есть партийной дисциплины не будет. А Иван Алтухов из Российской партии «Свобода и справедливости» сейчас помогает жителям Боголюбова. В некоторых домах до сих пор отсутствует канализация. Жители поселка Тюрмировка Судогодского района страдают от близости их населенного пункта к областной трассе Владимир-Муром. От повышенного трафика у некоторых жителей начали трескаться дома. Люди считают, что решит проблему снижение максимально допустимой скорости на этом участке трассы. Подробности в нашем материале. Без этого шума не проходит ни один день, рассказывает Сергей Феоктистов. Его дом всего в 50 метрах от оживленной трассы. Идут большие перегрузы по 60 тонн. Потом не соблюдается скоростной режим, хотя стоят камеры. Мужчина говорит, из-за проблем с шумом от разца большинство соседей экстренно продают свое жилье. От вибрации пострадал и дом Сергея. По зданию уже пошла трещина, хотя построено оно всего 12 лет назад. Из-за того, что идет вибрация от дороги, идут перегрузы, и пошла трещина от дома вниз, и там, и с другой стороны уже стала плесень, то есть уже продувает. На этом проблемы из-за соседства с оживленной трассой не заканчиваются. Печка тоже в трещинах. К дому еще не подведен газ, поэтому она единственное средство отопления. На дороге установлено несколько камер, ограничение скорости 60 км в час. При этом, утверждает житель поселка, многие автомобилисты в ночное время нарушают правила дорожного движения, а некоторые и вовсе начинают конфликт. Стоят грузовики, ночью ночуют на обочине, весь дым в дом. Есть люди, понимающие, потому что я выхожу, говорю, стучусь в кабину, то есть заглушите, пожалуйста, машину. Кто-то есть адекватный, нормальный глушит машину, кто-то уезжает, а кто-то просто с ружьем выходит и говорит, здесь никто, валя отсюда. Неприятное соседство терпит больше 800 человек. Сергей уверен, что решить проблему можно за счет ограничения скорости до 40 км в час. Но возможно ли это? В профильном департаменте области с этим вопросом нас перенаправили во Влад Упердор. В госучреждении нам пояснили, что направят это предложение в областное управление ГИБДД. После получения положительного ответа ГБУ Влад Упердор внесет соответствующие изменения в проект организации дорожного движения на данном участке дороги с последующей установкой соответствующего дорожного знака. А также будет осуществлена корректировка работы установленной камеры в данном населенном пункте. Жители поселка Тюрьмировка надеются, что подобные меры сделают их быт в населенном пункте не только комфортным, но и безопасным. Александр Инин, Игорь Липский и Андрей Беляков. Почти 2500 владимирских семей в этом году оформили повышенный материнский капитал. Он составляет 693 тысячи рублей. Такая сумма полагается семьям, в которых второй и последующий ребенок рожден или усыновлен с 2020 года. Для того, чтобы получить материнский семейный капитал, семьям никуда обращаться не нужно. После рождения ребенка информация поступает в пенсионный фонд, и пенсионный фонд уже производит назначение материнского семейного капитала. Сертификат в электронном виде поступает на портал государственных услуг в личный кабинет, и семья в личном кабинете может видеть и сертификат, и сумму материнского семейного капитала, и остаток. Чаще всего средства материнского капитала сегодня тратят на покупку или строительство жилья, а также оплату образования ребенка. Чтобы семьи не собирали дополнительные справки, пенсионный фонд уже несколько лет активно взаимодействует с коммерческими банками. Вместо двух обращений в банк и пенсионный фонд семье достаточно обратиться только в банк. Также подает заявление на распоряжение средств материнского семейного капитала. Также заключается соглашение с образовательными учреждениями. И в случае, если вы выбрали распоряжение материнским капиталом на обучение, то необходимо подать только заявление на распоряжение. Все необходимые документы пенсионный фонд запросит самостоятельно. Новая док-площадка готовится к сдаче во Владимире. Она станет третьей по счету и самой большой оборудованной зоной для выгула и дрессировки собак. Ее открытие особенно актуально после принятия департаментом ветеринарии нового закона. С 1 марта выгуливать собак можно будет только на поводке и в строго отведенных для этого местах. Сумма контракта у нас была заявлена 1,9 млн, в итоге выиграли где-то за 1,7 млн. И мы сразу же сэкономили денежные средства. И эти сэкономленные денежные средства мы направили на дополнительную закупку, опять же на док-парк, приобрести сюда навес. Навес для того, чтобы жители, когда приходили гулять с собаками, в дождливую погоду, могли под ним прятаться, просто стоять и наблюдать. На площадке также появится еще одна входная группа и разделение по зонам. Это поможет развести крупные и мелкие породы собак. В будущем док-парк будет посещать профессиональный кинолог. Расписание и правила пользования площадкой появится на оборудованном стенде. Это очень хорошая тенденция, потому что людям, у кого есть собаки, таких площадок не хватает. Ведь собаку нельзя отпустить. Есть разные люди. И если человек собаку не любит, он в этом не виноват. В любом случае собака – это социальное животное. Мы живем в социуме. Собака не должна быть угрозой. Эти площадки делают очень большое добро. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Продолжайте следить за развитием событий на нашем сайте и в социальных сетях. А если у вас есть интересная информация, то звоните нам в редакцию по телефону 32-62-33. А я с вами прощаюсь. Мои коллеги подведут итоги этого дня, как обычно, в 19.00. Не пропустите. Продолжайте следить.